В 2018 году прошло много крупных общественно-массовых мероприятий. Выборы президента и губернатора Московской области. Проведение чемпионата мира по футболу, в которых приняли участие дорожные инспекторы. Стоит отметить, что справились они на высоком уровне. По итогам работы за 2018 год на дорогах, обслуживающим нашим отделом, удалось снизить количество дорожных транспортных происшествий, при которых погибли и пострадали люди. В том году произошло 141 ДТП подобной категории, в 2017-м 156, при которых погибло 14 человек, в 2017-м, соответственно, 16. И ранения различной степени тяжести получили 154 человека, в 2017-м году 174. Также хочется отметить, что произошло снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей. В том году это количество составило 15 ДТП, в 2017-м, соответственно, 21. Однако ведомстве рассказали, что есть и печальная статистика. Выросло число погибших по вине водителей. Что хочется отметить особо и обратить внимание всего отдела, с чем мы столкнулись в том году, это рост дорожных транспортных происшествий, наездов на пешеходов, на нерегулируемых пешеходных переходах. Соответственно, в 2017-м году было 8, а в 2018-м произошел резкий рост до 16. Для обеспечения безопасности движения на дорогах постоянно проводятся профилактические мероприятия. Особенно это касается проезжих частей, находящихся вблизи образовательных учреждений. Ежедневное обеспечение безопасного перехода проезжей части детей около школ, выставляют все экипажи у нас, проводят целевые пропагандистские мероприятия, в рамках которых осуществляется посещение сотрудниками ГИБДД в школах, садов, детских домов, интернатов, а также участие в различных компаниях. Это участие в всероссийской компании «Культура на дорогах». Это участие проходит. Широкомасштабная компания «Безопасный двор», учили ребенка ПДД, учили студенчество за безопасность на дорогах в Подмосковье, на кресло детям, засветись, стань заметнее на дорогах. Вот эту тему мы активно пропагандируем, участвуем в различных мероприятиях. В следующем году основные наши усилия будут, конечно же, направлены на обустройство уличной дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Это включает в себя устройство тротуаров, пешеходного ограждения, светофора типа Т-7. Также планируется установить светофорные объекты на пересечении улиц, приборостроительные, Красноармейская, Коминтерна. Безусловно, безопасность людей на дороге зависит от нас самих. Задача – это предотвращение дорожных транспортных происшествий, спасение жизни и здоровья граждан. Здесь хотелось бы попросить, чтобы этот процесс был взаимообоюдный. То есть от граждан тоже непосредственно многое зависит от того, насколько они тщательно и скрупулезно выполняют правила дорожного движения, в конечном итоге зависит от жизни и здоровья. То есть здесь должна быть не только профилактика и наказание со стороны госавтоинспекции, но также и встречное направление от людей, водителей, пешеходов и других участников дорожного движения с соблюдением правил дорожного движения. Хочу отметить службу нашу, удовлетворительную в ушедшем году. Ну и хочу нацелить нарядность задействованной системой единой дислокации. Нужно работать сообща. То есть если что-то вы не знаете, значит нужно тогда по радиостанции, по мобильным телефонам вызывать тот наряд, который больше капитетиков в том или ином вопросе. Соответственно, если что-то они не знают, с ними тоже контактируют, чтобы совместно работать в этом направлении. И, соответственно, будет какая-то польза и будет, соответственно, больше результатов. Антон Карташов, Алена Иванова, Ольга Захваткина. Для программы «Городские вести». Алена Иванова, Ольга Захваткина.